Добро пожаловать в Гарвард на курс CS50. А сегодня мы поговорим об обработке естественного языка. Попробуем создать новый способ взаимодействия со своими устройствами. На протяжении последних недель вы были сосредоточены на том, как написать код, как написать программу, которая буквально скажет машине, хочу, чтобы ты выполнила вот что. Но не стоит ожидать, что все, чем пользуются люди по всему миру, можно уместить в рамки подобных инструкций. Поэтому мы делаем различия между компьютерными языками и естественными, под которыми понимаем способы общения людей между собой. Мы стараемся разработать интерфейсы, в которых использовались бы эти механизмы естественной коммуникации. Как и все темы CS50, тему обработки естественных языков, мы начнем с самого простого. С экскурса в историю обработки естественных языков. А потом будем переходить ко все более и более современным системам и проведем несколько забавных демонстраций по ходу дела. Начнем, пожалуй, с самой первой системы обработки естественных языков. Это программа, написанная в 1966 году Джозефом Вейтенбаумом, под названием «Элиза». Элиза была разработана с целью сымитировать взаимодействие, которое происходит в психотерапии Роджерса. Последователи Роджерса считают, что психотерапевт должен по большей части отзеркаливать пациента и меньше проявлять самого себя. По сути, терапевт должен превратиться в отражение слов пациента. Позвольте продемонстрировать. Есть ли доброволец, готовый разделить свои самые сокровенные, темные, хотя, возможно, выдуманные, тайны с Элизой? Давай, поднимайся. Здорово. Как тебя зовут? Майлз. Майлз, приятно познакомиться. Держи. Мы запустим версию Элизы, которую продублировали в IDE CS50. Чуть позже разберемся с исходным кодом, а пока вызовем ее, набрав Элиза. Ответы Элизы будут вводиться заглавными буквами, она будет задавать вопросы, а мы будем отвечать и вводить наши ответы. Итак, Элиза говорит, привет, я Элиза, в чем твоя проблема? О чем ты хочешь поведать сегодня Элизе? Я могу заснуть только в тапочках кролика. Ладно. Хорошо. Я могу заснуть только в тапочках кроликах. Элиза отвечает, слушай, у тебя какие-то психологические проблемы? Может, это как раз симптом. Так что ответишь? Да. Да. А ты болтун, мне нравится. Элиза отвечает, ты кажешься довольно позитивным. Нет. Вообще-то я электрон. Нет. Вообще-то я электрон. Ты пришел ко мне, потому что ты электрон? Смотрите, что мы видим. Остановимся буквально на секунду. Майлз, никуда не уходи. Мы еще с тобой не закончили. Элиза, в общем-то, отвечает на то, что он говорит, но без настоящего понимания. И еще она повторяет некоторые части его фраз. Мы пишем, нет, вообще-то я электрон. А Элиза отвечает, ты пришел ко мне, потому что ты электрон? Ну что ж, давайте еще что-нибудь и скажем. Придумай хороший ответ, Майлз. Да, пожалуйста, помоги мне. Ты уверен? Нет. Нет. Что это значит для тебя? А вдруг я не электрон? А вдруг я не электрон? Ты говоришь нет, чтобы выглядеть отрицательным? Хорошо, Майлз, спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо большое. Итак, программа Элиза, по большому счету, частично отвечает на наши же фразы, без глубокого понимания того, что происходит. Такой принцип называется сопоставлением с образцом. Когда идет поиск определенных кусков текста, вовводимой информации. Некоторые их виды изменения и возвращение пользователю. Кто из вас считает, будто Элиза на самом деле проводит какой-то психоанализ? Хоть кто-нибудь? Нет, я хочу спросить. А как она создает такое ощущение? Как она создает такое ощущение? Да, это она умеет. Мы разберем через минуту ее исходный код. И вы сами научитесь это делать. По сути, Элиза — разновидность того, что мы сегодня называем чат-ботом. Она просматривает текст, который вы вводите, минимально его понимает, то есть обрабатывает и отзеркаливает вам. Давайте посмотрим на примерную схему того, что и как делает Элиза. Она берет предложение, например, «Я хочу впечатлить своего босса». Она его просматривает и пытается найти, вычленить определенные комбинации. Например, один из образцов паттернов, которые она ищет, — это фраза «Я хочу». И каждый раз, когда она видит предложение, где есть «Я хочу», она формулирует ответ. И ответ этот — фиксированная строка. В данном случае — «Почему ты хочешь?». Я ставлю в конце звездочку, потому что эта фраза — всего лишь начало ответа. Звездочка в конце означает, что мы возьмем оставшуюся часть высказывания пользователя, впечатлить моего босса, и добавим ее в конец строки. Но чтобы не получилось «Почему ты хочешь впечатлить моего?», «Босса». Придется выполнить еще несколько действий, например, переделать некоторые местоимения из «Моего босса» к «Своего босса». Могут быть и другие изменения, которые необходимо будет произвести. Поэтому вместо того, чтобы вставлять кусок фразы в конец целиком, мы берем оставшуюся часть высказывания, помечено белым, и вставляем в предложение по одной лексеме, по одному слову. Берем «ту», здесь менять ничего не надо. «Импресс» — впечатлить, тоже нечего менять. «Моего» переделываем в «своего». И «босса» оставляем неизменным. А точку всегда превращаем в знак вопроса. Такой простой метод сравнения с образцом, тем не менее, очень успешен. Джозеф Вейтенбаум написал эту программу в 1966 году на компьютере. Компьютеры тогда были не настольными, они были для совместного использования. И его студенты могли пользоваться программой и болтать с Элизой. В итоге пришлось ограничить доступ, потому что студенты общались с Элизой вместо того, чтобы работать. Ему даже пришлось уволить свою помощницу, которая целыми днями ввела глубокомысленные беседы с Элизой о своих личных проблемах. Все, кто пользовался этими системами, начинали одушевлять их. Они начинали обращаться с ними как с реальными живыми людьми. В какой-то момент пользователи замечали, что в ответах повторялись элементы их же вопросов. И тогда они открывали что-то в самих себе. В общем-то, даже эксперты, даже психотерапевты начинали беспокоиться о том, что Элиза может заменить их. И сами программисты начали думать, что мы приблизились к решению проблемы естественного языка. Конечно, все это было далеко от истины, но это показывает, насколько подобные системы впечатляют. Давайте заглянем за кулисой и попробуем разобраться, как работает этот код.